Приветствую вас. Есть несколько важных аспектов, которые мне бы хотелось вам описать, давать донести. И первый важный аспект заключается вот в каком вопросе. Любите ли вы свою девочку? Это вопрос, который вам нужно задать самому себе сейчас. Почему? Потому что, если свою девочку вы любите, то, наверное, понимаете, что вот то, как она вам написала, то, как она вам это все преподнесла, говорит о том, что простите, у девушки серьезные проблемы. Простите, есть вещи, которые ее тяготят, и на данный момент у нее вот такое вот положение, такая вот ситуация. Что в этом случае вам нужно сделать? Как любящему человеку, то есть человеку, который принимает другого, другую, такой, какая она есть, Вы с ней не спорите, говорите, хорошо, хорошо, я все понял, ты хочешь быть без меня, ладно, и все. Спросите ее, хочет ли она с вами продолжать общаться? Может ли она с вами продолжать общаться? Если нет, то значит чувство у них к вам есть на 100%. Просто в данный момент ей что-то мешает их проявлять. Может быть, она перестала верить. Может быть, она не захотела, чтобы вы приезжали, потому что знает, что вы уедете, и ей вновь будет тяжело, а она этого не хочет. Тут вариантов может быть очень много, в зависимости от человека. То есть про человека, то самого бы ничего не написали, по свою девушку. А даже если бы и написали, то все равно это была бы чисто ваша информация. И мы никак не могли бы ее анализировать, правильно? Это первый момент. Второй момент. Если девушка согласится с вами общаться, значит, ну, у нее есть действительно определенная доля сознательности. Человек сознает себя, понимает, что он хочет, понимает, что, ну, вот так просто взять и оплотнуть человека, с которым она общалась два года, было бы неправильно, и она продолжит с вами общаться. В этом случае самое главное на нее не давить. В первом случае, когда она общаться с вами вообще не хочет, тоже нужно принять ее выбор. Хорошо, ладно, ладно, не хочет общаться с ней будем, оставьте ее в покое. Если вы увидите, что у человека все критично, давить на него нет смысла. Будете давить, будете делать только хуже, на самом деле. То есть ваше давление ни к чему хорошему не приведет. А вот если примите ее точку зрения, согласитесь с ней, вызовите у нее уважение. Она подумает, о, а мужчина-то, оказывается, понимает меня, принимает то, что я ему говорю. Я думал, ему тяжело будет. Я думал, он скандал устроил. А он нет. Он принимает то, что я говорил. Хорошо. И это сыграет к вам на пост. Это даст вам то, что, в принципе, необходимо сейчас. Это расположить к себе девушку, чтобы она перестала ожидать от вас чего-то негативного. Она ослабится и даст вам знать, что это, собственно, ее напрягает. Когда поймете, что вы не будете ничего от нее требоваться. Когда поймете, что вы не собираетесь к ней никакие претензии предъявлять. Когда выйдет, что вы не собираетесь ругаться с ней и так далее. Ее можно расслабить. Расслабить можно только через расположение к себе. Первый и это следующий важный момент. Дальше. Предположим, что вы не готовы вот так просто человека отпустить, но не можете. Сразу вникает вопрос. Почему вы не можете человека отпустить? Предположите, что ему без вас действительно лучше. Предположите, что ему без вас действительно хорошо. Предположите, что человеку, ну вообще говоря, хотелось бы, хотелось бы, чтобы нас не было в его жизни. И этот момент, этот момент действительно серьезный. Примите этот выбор. А если вы не можете, значит есть личная заинтересованность. Если есть личная заинтересованность, значит вы используете для своих желаний, для удовлетворения своих желаний, эту девушку. И нужно понять, какие это желания, какие это желания, чтобы стать от нее независимым. Если вы будете, если вы сможете от нее стать независимым, ну, не нужно, надеюсь, пояснять, вам будет легче с ней себя вести. Вам будет легче с ней взаимодействовать тогда, в таком случае. Вот, собственно, и все. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!